Дорогие друзья, сегодня вы на канале Мой Ташкент, и мы с вами находимся в Политехническом музее города Ташкента, где представлены самые разнообразные автомобили 20 и 21 века. Так, ребятки, я не понял, но как всегда я не понял, а вы подписывайтесь, быстро-быстро подписывайтесь и ставьте лайк. Ну чё, погнали? Мы находимся с вами на первом этаже этого замечательного музея. В 1769 году французский изобретатель, военный инженер Кюньо испытал первый образец машины с паровым двигателем. В 1791 году российский механик Иван Петрович Кулибин изобрёл трёхколёсную коляску, напоминающую карету. А это первый в мире автомобиль, построенный немецким изобретателем Карлом Бенцем. Он приводился в движение четырёхтактным бензиновым двигателем, размещенным между задними колёсами. Форд Модул Ти был построен в 1908 году и выпускался до 1927 года. Бугатти Тайп 35 выпускался с 1924 по 1931 год. Классический полноразмерный кабриолет, седан и купе Chevrolet Belair выпускались в США с 1953 до 1975 годов. Volkswagen Juke выпускался в Германии с 1938 по 2003 годы. «Москвич 400» – первый послевоенный автомобиль московского автозавода МЗМА. Автомобиль Победа М20 производился на Горьковском автозаводе с 1946 по 1958 годы. «Волга ГАЗ-21» выпускалась серийно с 1956 по 1970 годы. За время серийного производства она претерпела более 50 модификаций и заслуженно стала символом своего времени. «Москвич 407» начал выпускаться с лета 1958 года. Эта модель считалась одной из самых удачных в истории завода. Часть машин выпускалась с двухцветной окраской козова, а под капотом 407-го находился мощный верхний клапанный двигатель. Малолитражный автомобиль «Запорожец» ЗАЗ-965. Производился с 1960 по 1963 годы. Основой для него стал итальянский «Фиат-600». Изначально автомобиль планировалось изготавливать на московском автозаводе МЗМА под названием «Москвич 444». Но потом право выпуска было передано запорожскому заводу «Коммунар». «Москвич 407» начал выпускаться с лета 1958 года. Эта модель считалась одной из самых удачных в истории завода. Часть машин выпускалась с двухцветной окраской козова, а под капотом 407-го находился мощный верхний клапанный двигатель. БМВ, он же ЕМВ 340, выпускался с 1948 по 1953 годы совместным советско-германским заводом АО «АвтоВело». Волга «ГАЗ-21» выпускалась серийно с 1956 по 1970 год. За время серийного производства она претерпела более 50 модификаций и заслуженно стала символом своего времени. Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. 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 Чайка «ГАЗ-13» Чайка «ГАЗ-13» – малосерийный представительский автомобиль высокого класса. Производился Горьковским автозаводом с 1959 по 1981 год. Чайка предназначалась для служебного использования в высших государственных учреждениях. Всего было выпущено чуть более 3000 авто этой модели. «Чайка ГАЗ-14» производилась с 1977 по 1988 год. Из-за ручной сборки Горьковский завод мог выпустить лишь около сотни автомобилей в год. «Четырнадцатая «Чайка» кардинально отличалась по внешности от «тринадцатой», так как имела вид американских автомобилей того времени. «Чайка Горьковский завод» «Чайка ГАЗ-67» выпускался с 1943 по 1953 годы. Военный полноприводный автомобиль с упрощенным открытым кузовом использовался как штабной и разведывательный, а также как артиллерийский тягач. «Чайка ГАЗ-14» «Чайка ГАЗ-14» «Чайка ГАЗ-14» ЗИМ или ГАЗ-12 Шестиместный шестиоконный длиннобазный седан высокого представительского класса. Выпускался с 1949 до 1960 года. Форд Сенпутиловиц. Первый трактор, выпускавшийся по лицензии компании Форд. Производился с 1924 по 1932 годы. С 1934 по 1940 годы выпускался трактор «Универсал», имевший керосиновый двигатель мощностью в 22 лошадиные силы. «Универсал» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова